Братья и сестры, слава нашему Господу! Поэтому я передаю приветствие от церкви города Карловка. Я передаю приветствие от всех церквей Полтавской области и Полтавского братства. Слава нашему Господу, который сказал, я есть путь и истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через меня. Всех нас, дорогие мои, нашел Господь. Не мы Его избрали, а Он нас избрал. Не мы Его нашли, а Он нас нашел. Я хочу напомнить первый псалом. Вы все его знаете. Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, не стоит на пути грешных и не сидит в собрании развратителей. Но где он находится? Где его мысли? Где его желания? Но в законе Господа воля его. И о нем размышляют от день и ночь. И дальше псалмопевц говорит, такой человек будет, как дерево, посаженный при потоках вод. Лист, которого не вянет, плод свой он приносит во время свое и во всем, что он не делает, успеет. Братья и сестры, все мы здесь присутствующие. Это те люди в законе Господа, наша воля. И о нем мы желаем размышлять. Поэтому в основу моего сегодняшнего слова я хочу взять одно место из Библии, которое на первый взгляд может показаться и не совсем понятным. Но если мы вникнем в него внимательно, то обнаружим в нем важнейший жизненный закон. Это место мы найдем в 29 главе книги «Притч». В 18 стихе звучит этот стих так. «Без откровения свыше народ не обуздан, а соблюдающий закон блажен». Какие многозначительные слова. В них мы найдем основной закон, причина и следствие, которое в следующем. Кто соблюдает этот закон, тот блажен, он счастлив. А кто им пренебрегает, жизнь такого человека будет без цели, без причины, без значения. Я думаю, что здесь речь не идет о законе Моисея, то есть о 10 заповедях, но о законе откровения этого свыше. Короче говоря, кто соблюдает этот закон, это откровение свыше, тот, сказано, будет блажен, счастлив. А кто им пренебрегает, жизнь такого человека будет без цели, без плана, без согласованности, без координации. Она будет подобна, если так образно выразиться, ну, маленькому жеребенку, бегающему по полю сюда и туда без всякой цели. В чем же заключается эта цель? В чем же заключается это откровение свыше? Ведь это очень важно. От этого зависит наше блаженство. Как нам его понять? Это действительно очень важно. Откровение это является целью нашей жизни. То, к чему мы призваны. В чем же заключается эта цель? К чему мы призваны? Друзья мои дорогие, мы на этой земле для одной причины, для единственной цели. И для этой цели Бог и создал человек. И не только человека, но и все свое создание. Бог все создал для своей славы. Счастье человека зависит именно от того, прославляет ли он Бога или нет. Если мы избрали за цель нашей жизни прославить Бога, тогда мы воистину блаженны. А если мы избрали за цель какую-нибудь иную цель нашей жизни, то как бы она ни была возвышена, идеальна, как бы ни было велико желание достичь ее, но если эта цель не есть прославление Бога, то она неправильна. Давайте послушаем, что по этому поводу говорит Слово Божье. Мы все читаем послание к Ефесянам, и вот там в первой главе, думаю, вы все помните, я сейчас еще напомню. Благословен Бог и Отец, Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах, так как Он избрал нас в нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви, предопределив усыновить на себе по благоволению воли своей, в похвалу славы благодати своей. И еще, в нем мы и сделались наследниками, бывши предназначены к тому по определению, совершающего все по изволению воли своей, дабы послужить к похвале славы Ему. И еще, в нем и вы, услышавши Слово Истины, благовествованием вашего спасения и уверовавши в Него, запечатлены обетованным Святым Духом, который есть залог наследия нашему для искупления удела Его, в похвалу славы Его. И вот видите, даже в одной главе три раза сказано, что мы призваны Богом, избраны Богом в похвалу славы Его. Пророк Исаия в 43 главе говорит так, «Вот я делаю новое, ныне же оно явится. Неужели вы и этого не хотите знать? Я проложу дорогу в степи, реки в пустыне, полевые звери прославят меня, шакалы и страусы, ибо я в пустынях дам воду, реки в сухой степи, чтобы поить избранный народ мой. Этот народ я образовал для себя, он будет возвещать славу мою». А вы помните тот случай, когда Иисус Христос возвратился после 40-дневного искушения в пустыне? Он вошел в синагогу, ему подали книгу пророка Исаии, и он начал читать вот это место. Сейчас оно 61 глава пророка Исаии. «Дух Господа Бога на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим, Он послал меня исцелять сокрушенных сердцев, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лету Господне благоприятное и день мщения, возвестить всем сетующим на Сионе, что им вместо пепла дастся украшение, вместо плача елей радости, вместо унылого духа славная одежда. И назовут их сильными правдою, насаждением Господа во славу Его». Ну, давайте еще несколько мест из Нового Завета. Коринфянам, 10 глава. Павел говорит, «Итак, едите ли, пьете ли, или иное, что делайте, все делайте во славу Божью». А в 3-й колоссианам Павел пишет, «И все, что вы делаете, словом или делаем, все делайте во славу Божью». Петр 4-й главе 1-м посланием пишет то же, что говорит ли кто, говори, как слова Божии. Служит ли кто, служи по силе, какую дает Бог, дабы во всем прославлялся Бог через Иисуса Христа, и Ему слава и держава во веки веков. Аминь. Мы провели только несколько мест Священного Писания. А фактически вся Библия свидетельствует о том, что слава Божия является целью, к которой движется все создание Божье. И не только один человек, но и вся природа, вся вселенная, она создана для славы Божьей. Псалмопевец Давид, восклицая, говорит, «Небеса, проповедуй славу Божью!» В его делах рук его вещает твердь. Когда Бог создал Адама, то Он создал его для того, чтобы Адам его прославил. Но Адам и Ева согрешили и потянули весь род человеческий в пучину греха. И тогда на сцену человеческой истории вышел иной человек из иного мира. Его Библия называет последним Адамом. Человек этот – Иисус Христос. Бог не нашел в первом Адаме желание своего сердца. Адам не прославил Бога, хотя для этого он был и создан. И тем не менее, Бог видит свое намерение исполненным. Ведь Он сказал «Слово Мое, которое исходит из уст моих, оно не возвращается ко мне тщетным, но исполняет то, что мне угодно и совершает то, для чего я послал его». А ведь это слово должно исполниться. То, что Бог сказал, оно непременно сбудется. И вот, несмотря на то, что первый Адам не прославил Бога, не оправдал надежд Бога, Бог тем не менее, видит свое намерение исполненным. Исполнил Его последний Адам, человек Иисус Христос. Библия так и называет «Человек Иисус Христос». А это значит, что Он в полном смысле этого слова был человек, не менее человек, чем Бог. И как человек, Он полностью удовлетворил план и намерение Божие, которое Бог имел касательно первого человека. Ведь Адам должен был стать этим идеальным человеком, сиянием славы, отражая Бога и Его славу. Однако, согрешив, он не выполнил план Божий о Нем. Иисус Христос это исполнил. Все силы, предназначенные для славы Божьей, скрывавшиеся в первом Адаме, были полностью проявлены в Иисусе Христе. Три раза в течение земной жизни был глаз Божий, свидетельствующий с неба, свидетельствующий о Божьем благоволении к Сыну Своему. Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение. А в 17 главе первосвященничества в Своей молитве, Христос мог сказать то, чего не смог сказать ни первый, ни какой другой человек. Я прославил Тебя на земле. Да, Иисус Христос прославил Своего Отца здесь на земле. И как же Он Его прославил? Слушайте, что Он дальше говорит. Я прославил Тебя на земле. Совершил дело, которое Ты поручил Мне исполнить. Да, Иисус Христос прославил Своего Отца. Он все, что Отец Ему велел делать, Он делал. Все, чего не исполнил первый Адам, Он исполнил. Между Ним и Отцом не было ни малейшего расхождения. И заметьте, что в каких условиях Адам первый человек пал? В самых идеальных условиях. Прежде чем в Едемском саду, прежде чем грех вошел в мир. А Христос пришел в мир, который был погружен в грех, и князем которого был дьявол. И в этом погрузившимся в грех в мире, Он, хотя и был Сыном Божьим, однако страданиями, навык послушанию и совершившись, вот, сделался виновником спасения, нашим виновником спасения вечного. Так сказано в 5 главе послания к евреям. Обратите внимание на вот эти слова и совершившись. Кто-то может спросить, разве Он не был совершенным? Разве Ему чего-то не хватало? Дорогие мои, мы знаем, что Он был без греха, без пятна, без порока, хотя и был искушен во всем, но остался без греха. Так что в этом отношении Он был совершенным. Но Слово Божье говорит, что сделался он таковым через послушание. Как это понять? Видите, если бы первый Адам своим послушанием достиг вот этого духовного роста, возраста, то этим бы он отобразил бы образ Божий и этим бы прославил Бога. Но мы знаем, что Адам при первом искушении пал. Кто-то может спросить, а что, если бы Адам устоял в первом испытании? Я думаю, что последовало второе, третье, четвертое и последующие испытания, и при каждом таком послушании Адам бы все ближе и ближе приближался к тому идеалу, ради которого был он создан. Вот Иисус Христос достиг вот этого совершенства. Мы видим Его, прославившего своего Отца на горе Преображения. Там Он преобразился, лесо Его просияло, как солнце, одежда Его сделалась белыми, как снег, и был глаз Божий с неба, говорящий, сие Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение Его слушайте. Образно выражаясь, 33 года длился этот процесс. 33 года Иисус Христос поднимался по этой горе. 33 года необходимо было для достижения совершенства этого идеального человека. И что касается человека Иисуса Христа, то гора Преображения была местом и моментом Его совершенного триумфа. И с этой горы достигнув совершенства, прославив Бога, Иисус мог бы подняться прямо на небо. И если бы Адам своим послушанием достиг этого совершенства, то он тоже взят был живым бы, я думаю, на небо. Ведь смерть не была в плане Божьем относительно Адама. В его плане был вот этот совершенный рост и развитие, которое мы видим у второго Адама. И здесь на горе Преображения был глаз Божий, сие Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение, который послушанием достиг совершенства и прославил Бога. Идеал Божий был достигнут. Бог через последнего Адама, человека Иисуса Христа был прославлен. А теперь давайте на минуточку представим себе вот такое. Что если бы Иисус Христос достигнул совершенства, прославил Бога, оставил бы нашу землю? Правда, Он оставил бы нам чудный пример, пример идеального человека. Он, последний Адам, показал, кем должен был стать первый Адам. Но скажите, чтобы это нам дало, нам, бедным, окаянным грешникам, чудный пример? Безусловно, неизвольте, какая польза от такого примера, если нет ни способности, ни силы ему подражать? Он был бы только мучением и постоянным осуждением, что довело бы человека только до отчаяния, лучше было бы без такого примера. Но слава и благодарение нашему дорогому Господу, Он не оставил нас на такой произвол судьбы. Нет, Он сделался для нас виновником спасения вечного. Это значит, что Он стал совершенным Ахтем для нас. и этот Ахтез был заклад. Через Своё искупление Христос спас нас, освободил нас, Он возвратил нас образ и подобие Божие, чтобы и мы Его прославили. Дорогие мои, Иисус Христос стал не только совершенным человеком, но и совершенным Ахтем. Гора Преображения это одна гора. Гора Преображения это значит, я прославил тебя здесь на земле. Но в план Божий до создания мира прежде вековых времен входила и другая гора, гора Голгофа, что значит, я совершил дело, которое ты поручил мне исполнить. И чтобы подняться на эту вторую гору, Он должен был спуститься вниз в долину греха и страдания, чтобы там, на второй горе, в горе Голгофе, совершить наше искупление. А там, вы помните, внизу, в долине, Он находит вот этого ребенка, человека, терзаемого дьяволом, одержимого бесами. И чтобы истрелить этого человека, Он не мог оставаться на горе Преображения. Он должен был подняться на другую гору, на гору Голгофу, ибо Он не только совершенный человек, но Он и совершенный Агнец, а этот Агнец должен быть заплан. слава и благодарение Ему. Этот одержимый бесами мальчик, он является, говорит о нашем человеческом роде. Его Иисус поднимает и в своих объятиях несет на Голгофу. Там он, невинный, причистый Агнец умирает на нашем месте. Искупление совершено. Агнец заклон, искупление совершено для каждого из нас. И, дорогие мои, мы, не знавшего греха, Бог сделал жертвою за наш грех, чтобы мы в нем сделались праведными перед Богом. Он спас нас не только для того, чтобы спасти нас от вечной погибели, но Он спас нас для того, чтобы мы Его прославили, чтобы Его искупленный народ послужил к похвале славы Его. Слава Богу! И мы читаем в откровении «Достоин Ты, Господи, принять славу и честь, ибо Ты был заклан, и Своей кровью Ты нас искупил». Поэтому я, друзья мои дорогие, зачем я это все сказал? Я думаю, что мы мало, очень мало славим Бога. Мы должны больше славить Бога. мы должны входить в размышления о том, что сделал Бог для нас. И в Римлянам Павел говорит, что когда мы не славим Бога, то мы делаем большой урон. Это работает против нас. Павел говорит, что как они не прославили Бога и не возблагодарили, то что с ними сталося? Они осуетились в умствованиях своих, омрачилось несмысленно их сердце, называя себя мудрыми, обезумели, и славу нетленного Бога, изменили в образ подобный тленному человеку, и птицам, и четвероногим, и просмыхающимся, и предал их Бог превратному делать непотребства. Так что они исполнили всякой неправды, блуду, лукавство, крестолюбие, злобы, и так дальше. Братья и сестры, благослови нас Господь, чтобы мы всегда благодарили Бога. И псалмопевец Давид говорит так, что в 49-м сомнении последним стихом, чтобы мы, кто приносит Богу в жертву хвалу, тот что делает? Точтит меня, и кто наблюдает за путем моим, тому явлю я спасение Божие. Слава Богу. Аминь. Мы будем молиться сейчас, мы будем прославлять Господа. У нас есть много причин, братья и сестры, когда мы читаем другие места священного Писания, то Павел говорит, чтобы между молитвой, прошением и благодарением мы славили Бога, то есть чередовали с благодарением. Не заботьтесь ни о чем, говорит Павел филиппийца, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом и мир Божий, который превыше всякого ума соблюдет сердца ваши и попрошление ваше во Христе Иисусе. Будем молиться, склонимся перед Ним. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok